Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить прекрасное, очень вкусное блюдо. Это шея барашка, запеченная стравами в соляной корочке. Мне всегда кажется, что когда я готовлю блюдо на медленной температуре, то это блюдо зимнее, потому что зимой много времени я поставлю в духовочку, и оно будет медленно томиться. А летом шашлычок, крылышки, они раз-раз и готовы. Для того, чтобы замариновать шейку барашка, я использую черный перец, кориандр, орегано, зира и ягоды можжевельника. Также у меня будет свежий розмарин и свежий тимьян. Шейка барашка, здесь половина шеи, это не целая шея, а только половинка, 2200. Она сама жесткая и сухая, потому что баран все время работает с шеей, и мясо в постоянном движении. Чтобы мяско было сочное, я его нашпигую свиным несоленым салом. Вот так. Делаю проколы и шпигую сало. Пока я шпигую мяско салом, нам нужно взбить белки. Белки я буду использовать, взбитые белки, для того, чтобы закрепить соляную корочку. Пока белки взбиваются, я натру пряностями, которые растет в ступке, шейку барашка. Без соли. Мясо я уже нашпиговал. Вес бараньей шейки был 2200, а сало я взял 180 грамм. Чтобы легче было шпиговать, сало нужно использовать в мороженое. Тогда оно не будет гнуться и будет прекрасно заходить в разрезы. Я посыпаю приправами без соли, потому что соляная корочка отдаст именно столько соли, сколько нужно шейке барашка, чтобы она была вкусная и в меру соленая. Для соляной корочки я использую соль крупного помола. Но для того, чтобы соляная корочка была правильная и идеально сделанная, у меня на две части соли крупного помола, одна часть соли, которую я размолол в кофемолке. Белки прекрасно взбились в крепкую пену. Я их перемешиваю с солью. Мясо я натер пряностями, а сверху хорошенечко смазал оливковым маслом, для того, чтобы аромат пряностей легче и быстрее передавался в носки. На дно формы я выкладываю слой соли толщиной 1,5-2 см. И на него положу шейку барашка. На дно соляной корочки я выкладываю веточки тимьяна и листики розмарина. Сверху выкладываю шейку барашка. И опять выкладываю на нее веточки тимьяна и листики розмарина. Шейку барашка я тщательно укрыл соляной корочкой. Нужно сделать так, чтобы вышел весь воздух между мясом и солью. И сделать полностью, везде, без щелочек. Чтобы она аккуратно-аккуратно, соляная корочка прилегала ко всему мясу. И не было выхода никаким парам, которые будут образовываться при приготовлении нашего блюда. Шейку барашка я ставлю в духовку, которая разогрета до 210 градусов. Там она будет прогреваться минут 30-50. После я температуру уменьшу до 100 градусов. И она будет томиться 4 часа. Прошло 4 часа. Баранья шейка прекрасно провела время в духовке. И я начинаю разбивать соляную корочку. У меня есть прекрасный молоток. Режется мягко. Ого! Какая красота! Сгораю от нетерпения попробовать кусочек. Ой, сколько сока! Так, подождите. Мяска очень нежная. Смотрите, вот это все, это те пленки и жилки в шее, которые в обычном приготовлении будут жесткими и невкусными. Благодаря тому, что мы шейку готовили при температуре 100 градусов, все жилки превратились в желе. И это очень нежный продукт. Баранья шейка была приготовлена с розмарином и тимьяном. Эти травки, свежие травки, прекрасно оттянили вкус бараньей шейки. Но самое важное, что благодаря тому, что мы нашпиговали баранью шейку свиным залом, она стала сочная. Мясо в нее получило такой блеск и жирок. И вообще получилось замечательно. Именно таким способом, длительным приготовлением при низкой температуре, можно сделать самый жесткий кусок любого мяса нежным и деликатесным. Ребята, пишите отзывы, как вам понравилось блюдо баранья шейка в соленой курочке. Ставьте лайк, если вам это блюдо понравилось. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка внизу. И помните, кухня – это самое спокойное место.